Приветствую всех, это Уэйлиэм Амзалак, и я приглашаю вас в наш девятый эпизод Janess Longevity TV. Ожирение, или, я бы сказал, глобально-ожирение. Сегодня ожирение — это болезнь, ставшая мировой эпидемией. Неимоверный всплеск случаев ожирения наблюдается сегодня даже в тех странах, где не так давно голод был основной медицинской проблемой. Мир очень быстро набирает вес. Это вызывает большое беспокойство, поскольку выходит за всякие рамки и никому не удается взять под контроль эту новую эпидемию. Многие дети становятся тучными, и впоследствии становятся тучными взрослыми. В результате болезни, связанные с ожирением, такие как болезни сердца, рак и сахарный диабет, будут прогрессировать. Это означает огромное количество больных людей по всему миру. Цена, которую приходится платить за это в виде смертей, болезней и потраченных денег, просто астрономическая. только представьте, сегодня из трех миллиардов людей с лишним весом 800 миллионов страдают ожирением. Только в США ожирение обходится людям в 150 миллиардов долларов в год, что составляет 10% от общей суммы расходов на медицину во всей стране. В чем различие между лишним весом и ожирением? Лишний вес означает, что у вас есть несколько лишних килограмм в сравнении с нормой. Для взрослого это от 1 до 15 килограмм. Вес свыше этого уровня считается ожирением. Для более детальной информации вам необходимо определить ваш BMI, что означает ваш индекс массы тела, и определяется формулой. Ваш вес в килограммах, разделенный на ваш рост в метрах квадратных. Если ваш BMI составляет до 18,5 килограмм на квадратный метр, то вам необходимо набрать в весе. Ваш вес недостаточен. Если ваш показатель между 18,5 и 25, вы в пределах нормы. Между 25 и 30 у вас лишний вес, и если индекс выше 30, ваше состояние определяется как ожирение. Обратите внимание на то, что BMI – это стандартный инструмент, который неприменим для слишком высоких или очень маленьких людей, а также его необходимо адаптировать для детей. Почему люди становятся тучными? В теории это очень просто, но это становится более сложным, когда речь идет о жировом обмене. Мы набираем жировую массу, когда едим больше калорий, чем используем. или когда мы расходуем меньше калорий, чем съедаем. Каким образом мы получаем энергию? Тело получает энергию только из еды. Один грамм углеводов дает 4 калорий. То же самое с протеинами, а вот один грамм жира дает нам 9 калорий. Таким образом, все зависит от того, сколько вы едите, и какую пищу вы едите. Чем богата ваша еда – жирами, белками или углеводами? Как мы тратим энергию? Существует три способа расхода энергии. Первый, который мы называем основным обменом, обеспечивает нормальную работу тела, позволяя должным образом проходить всем миллионам химических реакций. На это уходит около 1 калории на килограмм веса в час. То есть, если ваш вес 60 килограмм, то за сутки вы стратите 60 умножить на 24 часа равняется 1440 калорий в день. И это хорошая новость, потому что вам не надо это контролировать. Второе направление расхода энергии – это борьба с высокой температурой или холодом, в зависимости от окружающей среды. Таким образом, вы защищаетесь от жары или холода. Это называется термогенез, и тоже не требует особого контроля с вашей стороны. Третье направление – это расход энергии на движение вашего тела, и оно полностью зависит от вас. Этот способ мы можем назвать единственным контролируемым расходом энергии. Чуть позже вы увидите, что это самый простой способ набрать или сбросить вес, и он зависит от многих других факторов, и особенно от контроля жирового обмена через сложную группу гормонов. Однако почему такая эпидемия? Чтобы в этом разобраться, мы должны вернуться на 20 тысяч лет назад. Как это ни странно, но наши гены абсолютно не изменились за последние 20 тысяч лет. В то время жизнь людей была довольно сложной. Фактически вся жизнь основывалась на доступности еды, и еда была по-настоящему доступной только в течение весны и лета. В остальное время еды почти не было. Это был практически голод. Наши гены должны были адаптироваться и работать в соответствии с этим альтернатсом изобилия и голода. И они создали так называемые накопители энергии. Появилась жировая клетка. Эта клетка получила способность сохранять все виды энергии, полученные из жиров, углеводов и даже белков. Она может увеличиваться в размере в 50 раз и сохранять энергию в форме триглицеридов. Из-за неопределенности в доступности пищи наши гены были ориентированы на режим экономии, который означает, что каждый раз, когда мы едим, вся энергия, получаемая из пищи, направляется на сохранение. Что произошло спустя 20 тысяч лет? Наши гены по-прежнему ориентированы на режим экономии. Но голода больше нет. Наоборот, новое общество предлагает в течение всего года экстремальное изобилие продуктов, богатых калориями. И угадайте, что происходит? Все в первую очередь попадает в хранилище, из которого потом очень сложно что-либо извлечь. Теперь вы понимаете, почему сегодня очень трудно не набрать лишний вес и жир. Но есть еще один факт. Чтобы добыть еду 20 тысяч лет назад, мужчины охотились, рыбачили, лазили по деревьям за плодами, и это было режимом огромного расхода энергии. Сегодня, благодаря новым технологиям, созданным для подъема тяжелых предметов или эскалаторов и лифтов, мы резко сократили наш расход энергии. Теперь вы понимаете, почему так легко набрать лишний вес и жир. Каковы последствия ожирения с точки зрения здоровья и долголетия? Говоря коротко, это катастрофа. Ожирение приводит человека к длинному списку хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов, диабет, рак, метаболический синдром и, как следствие, к резкому сокращению продолжительности жизни. И это не считая физического дискомфорта, эмоциональных и ментальных последствий полноты для нас самих и наших отношений. С точки зрения старения, ожирение сокращает теломеры, увеличивает повреждения ДНК и уменьшает запас стволовых клеток. Так что же делать для борьбы с ожирением? Очевидно, что это очень непросто, особенно учитывая такие небольшие результаты от усилий Всемирного медицинского сообщества. Органы здравоохранения неоднократно организуют компании, чтобы сообщить людям о последствиях чрезмерного потребления сахара или жиров и недостатка физических упражнений. Но пищевая промышленность до сих пор не только не помогает, а все еще поставляет на рынок еду, богатую плохим сахаром и жиром. Первым шагом станет понимание того, что улучшение вашего стиля жизни, означающее улучшение питания, физической активности, управления эмоциями и стрессами, для того чтобы прекратить есть импульсивно, будет отличным действием для сохранения вашей жизни и долголетия. Вторым шагом будет использование специальных пищевых добавок, которые помогут вам управлять вашим жировым обменом и восстановить мышцы, которые вы теряете из-за недостатка физических упражнений. Вот почему в GNS решили создать новую линию продуктов, специально разработанных для борьбы с чрезмерным чувством голода, помощи в жировом обмене и уменьшения потери мышечной массы. Будьте с нами в нашем следующем эпизоде, посвященном линии ZenBody. Меня зовут Уильямом Зелак, увидимся в следующем эпизоде. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok